Партнер проекта группа компаний «Железно». Урбан. Программа о городских проектах. Мы с Ольгой Бальзиной по-прежнему в студии. По-прежнему с нами наши гости. Марина Белокрылова, заместитель управляющего кировским отделением ПАО «Сбербанк». Дмитрий Павлов, директор по маркетингу группы компаний «Железно». И Игорь Сикорский, руководитель отдела продаж компании «Риэлти Групп». Об ипотеке сегодня говорим. Да, закончили в прошлом часе словами о том, что мы много чего не знаем, оказывается. И про всякие виртуальные туры, и про то, что взяв ипотеку, можно зарабатывать на самом деле, а не уходить в минус. Еще вот в перерыве говорили про оформление квартир от застройщика. То есть, да, теперь можно приобретать жилье, заказав, Дмитрий, да, себе? Выбрав один из вариантов. Выбрав один из вариантов. Чистовой отделки или отделки white box, еще называют белая финская отделка, белая коробочка. Это когда, это высокий уровень готовности отделки, ее еще называют под чистовую отделку. То есть, там уже оштукатурены, ошпаклеваны стены, проведена проводка, значит, и все, что нужно покупателю, это просто определиться с финишными материалами. Это обои, ламинат, плитка, и сделаться самостоятельно. Либо, либо выбрать один из вариантов от застройщика. Вот я говорил о безопасности, как один из наших ключевых преимуществ, да, или моментов, которые мы обращаем. И второй, ну, по порядку, но не по важности, это эстетика и комфорт. И вот таких пунктов, да, у нас мы выделяем для себя пять. И вот два безопасности, эстетика и комфорт. И вот на эстетике и комфорте остановимся. Значит, у нас есть определенные циклы, когда мы обновляем варианты этой самой отделки. Вот. Индустрия не стоит на месте. То есть добавляется что-то еще в пакет этот, да? Мы стараемся досконально изучить ситуацию для того, чтобы максимально модернизировать свой продукт. Один из вариантов отделки, он всегда связан, скажем так, даже в названии. Это, значит, или стиль современный, сейчас этот стиль мы назвали нова. Значит, этот вариант предполагает использование самых современных материалов и соответствует самым свежим тенденциям в области интерьера дизайна. Вот. И мы изначально делали несколько вариантов, значит, отделки. Но с течением времени мы увидели, что нужно предоставлять очень много вариантов. Нужно предоставлять... Глаза разбегаются, да? Сложно выбрать. Широкий ассортимент рождает проблему выбора. Это правда. Вот. И если люди хотят эксклюзивный, уникальный дизайн, у них есть тоже целых два варианта. Это взять white box или взять в базовой отделке, где полностью ремонт необходимо сделать, значит, и тот и другой вариант, значит, они все востребованы, вот, в равной степени. И мы, как застройщик, всегда такой, ищем такой баланс. Сколько нужно квартир сделать в базовой отделке, сколько вот в отделке white box, сколько в отделке чистовой. Так как это уже запроектировано и запланировано заранее, то люди, которые планируют купить квартиру, чтобы сразу в нее можно было занести мебель и жить, таких вариантов, конечно же, количество ограничено. Вот. И это одна из возможностей решения такого вопроса с помощью текущей, самой выгодной программы по ипотеке, это купить квартиру в чистовой отделке. Что это значит? Это значит, что те затраты, которые люди бы понесли на ремонт, вот, и мы вот с Игорем... Причем вот эти затраты, которые не отложишь куда-то там, да, на пять лет. Да, да, не отложишь. Их надо сразу же. Да, вот мы с Игорем в перерыве обсуждали, да, что, значит, вот есть старая добрая поговорка, скупое платье дважды, люди часто, если люди, у них какие-то сценарии, когда они не выбирают чистовую отделку. Один вариант, самый правильный, это я хочу, точно знаю, что я хочу, и мои требования, ну, какие-то определенные, то есть, эксклюзивный интерьер какой-то, вот я хочу, чтобы он был вот такой особенный. Значит, и тогда, да, а если люди хотят сэкономить и думают, что, ой, я сэкономлю, я сделаю что-то подешевле, на самом деле нет. Вот опыт показывает, и вот агентство недвижимости, как раз и рынок подтверждает о том, что дешевле, во-первых, это не сделать, потому что мы, ну, и на этапе закупки материалов и выбора качественных материалов, да, мы эксперты в этом, или производстве работ, значит, мы, как застройщик, делаем это максимально эффективно, максимально выгодные по цене предложения. А сейчас это можно еще и вложить в стоимость квартиры, на эту стоимость взять ипотеку. Вот я тоже хотела спросить, а вот эта история сейчас с квартирами в чистовой отделке, то есть ты ипотеку берешь, распространяется, да, на всю сумму, то есть не только на сумму же недвижимости? Даже не только на отделку, а еще дополнительные какие-то помещения, например, парковочное место. Или купить, или кладовку, кладовую. В наших объектах запланированы кладовые, вот, потому что у нас... Это удобная история, да? Конечно, конечно, да. И все это можно как раз заложить в ту сумму, на которую берется ипотека, и решить этот вопрос и с парковкой машины, и с кладовой, и с отделкой по самому выгодному предложению сейчас от банка. И здесь какой еще важный момент, что нужно сказать, что многие думают, я сейчас возьму ипотеку на 10 лет, да, и вот все туда заложу, буду платить, вот, у меня ключевое вот 10 лет, да, а банк говорит, возьми на 20 лет, да. Раньше были действительно сложности, вот у многих американских банков, что нужно было за месяц написать заявление, перечислять деньги для досрочного погашения. На сегодняшний день можно взять ипотеку, даже на 30 лет, и у нас максимальный срок как раз 30 лет будет, да, можно взять на максимальный срок, досрочно вносить ипотеку, можно хоть каждый день. Ну, пришли там денежные средства, налоговые вычеты, из налоговой инспекции вернулся, да, либо премия пришла, либо что-то еще там продали, деньги какие-то пришли. Появились свободные деньги, заходите сразу в мобильное приложение, делаете досрочное погашение, ипотеки у вас, сумма пересчитывается, и все, и вы дальше точно так же делаете, да, в какой-то месяц вам удобен текущий платеж, нужно заплатить больше, точно так же зашли, заплатили, то есть насколько это все нынче гибко, и нужно поэтому для себя выбрать средний вариант, самый легкий, да можно же, что еще не забывать делают, когда у нас первоначальный взнос действительно уменьшился, даже когда запускалась программа господдержки 2020, почему даже, она не только потому, что ГОТО, да, 2020, а еще было, что 20% был первоначальный взнос, 20 лет срок, вот это все вместе объединилась госпрограмма 2020. В течение года первоначальный взнос спустился до 15% на сегодняшний день, срок остался также 20 лет, но именно изменения произошли. Можно что еще сделать? Если у вас первоначальный взнос больше, чем 15%, да, так вы подумайте, вот может вам 15% только первоначальный взнос сделать, все остальное взять под текущую ставку в ипотеку, а свободные денежные средства на мебель уже с заранее продумать, да, на другие расходы, то есть этими деньгами по-другому воспользоваться. Да, все верно, все верно, я полностью поддерживаю. То есть сейчас есть разные варианты, по которым нужно консультироваться, конечно. Да, да, смотрите, еще сразу тоже напомню, у нас в этом году как раз со стороны государства для семей с детьми, ну действительно мы считали даже в первом полугодии порядка одного миллиона рублей можно получить и мат-капитал, и деньги на погашение ипотеки, непосредственно на действующие ипотеки. То есть сумма набирается как раз существенная, да, и поэтому почему, почему был вначале этот вопрос, пошел такой ажиотаж на готовое, на строящееся жилье, именно застройщиков, в том числе готовое жилье, что программ была не только господдержка 2020, но плюс дополнительные выплаты для детей, для семей с детьми. Вот, поэтому если кто-то еще из наших слушателей не воспользовался, а дети родились после 2018 и 2019 года, ну действительно надо успевать этим воспользоваться. И еще какой момент, да, мы с вами сегодня, там, 28 октября уже встретили, да, остается там до конца года два месяца, к декабрю месяцу новых квартир много не появится. Ну и потом, знаете, в декабре месяце бегать и заниматься вопросами переселения, это как-то все-таки не очень, наверное, правильно. Да, уже лучше к новому году готовиться уже хочется, да? Но скажу, что ноябрь-декабрь, это самое главное время по продаже недвижимости. А почему? Это сезон. А, это, видимо, там несколько, наверное, причин. Ну, во-первых, вообще психологические зарплаты... Ну, самое банальное, сейчас, конечно, это не так актуально. Люди возвращаются с отдыха, то есть есть у кого-то денежные средства, либо кто-то решил к новому году поменять объект, улучшить свои жилищные условия. Соответственно, вот первое, покупатели. Второй момент, ну, психология людей у нас так в России, что боятся, что после нового года какое-то будет изменение. Все хотят вложить свои денежные, свободные денежные средства, чтобы их сохранить, либо приумножить. Второй момент, ну... Ну, и плюсом, плюсом еще, наверное, многие рассчитывают на какие-то программы, которые под Новый год застройщики запускают. Ну, то есть вот много таких вещей, да? А вот сейчас мотивация какая? Кого больше или там, каков процент тех, кто инвестирует просто свои деньги, не особо нуждаясь в улучшении там жилищных своих условий? А вообще, кстати, время сейчас, вот если, например, не нужна квартира для жизни, время сейчас инвестировать, инвестиционное жилье приобретать или... Раз уже депозит, и пора замкнуть. Конечно, выгодно. Ну, смотрите, я, наверное, скажу, есть категория людей, у которых есть денежные средства, они их покупают, и квартиры, да, квартиры сдают в наем. То есть та самая льготная ипотека, да, он получает под 6%, а в итоге его платеж по аренде квартиры перекрывает, а то он еще и зарабатывает. Расходы на обслуживание кредита. Да. То есть за счет, получается, за счет арендаторов... Для инвестирования, конечно, это очень... На текущий момент то, что мы обсуждали, что ставка такая, что вот 0,1 это на первый год. Есть вариант, где ставка будет 2,4, либо 1% зависимости от категории заемщика на 2 года. То есть вот за эти 1-2 года, да, можно как раз получить возмещение, да, своих расходов на ипотеку, накопить на будущее и, как я уже говорила, продумать другие варианты размещения своих финансовых средств и получить там больший доход. Плюс, смотрите, всегда выгодно заходить и в конце года. Почему в такие инструменты, да, потому что у нас налоговые вычеты продолжаются, мы помним, что у нас есть возможность получить налоговые вычеты по процентам, по ипотечным, можно получить по, в принципе, если ранее не получали, по приобретению квартиры, ну и, конечно же, я вот так чуть-чуть буквально вот, может кому-то будет интересно, при приобретении страховых продуктов, финансовых продуктов у нас налоговые вычеты точно так же все и продолжают действовать. Не все этим пользуются. Не все об этом знают. Не все об этом знают, но это вот те, кто занимается как раз размещением денежных средств в облигации, в акции, в накопительном страховании жизни, каждый год получают налоговые вычеты от размещенных денежных средств. И это в том числе вот можно, получив там в марте, в апреле уже по истечении года, погасить досрочную снова ипотеку, и вы снова уже там получили поддержку для себя, для своей семьи, для своего бюджета и дальше думаете. Ну, маленький момент, вот по досрочному погашению еще уточню, да, вот есть у банков сейчас, у основных крупных банков, мы не только можем уменьшить платеж, мы можем пересчитать срок. То есть вы можете выбрать для себя более комфортные условия по кредиту. На каком-то этапе, да? Ну, да, у вас появилась какая-то сумма, вы приходите в банк, вам задают вопрос, вам пересчитать платеж, либо вам уменьшить срок кредитования. То есть он был на 20, мы, допустим, можем сократить до 15, к примеру. Вообще, вот часто приходится слышать о финансовой грамотности, но у нас и ипотечная... Да, это тоже финансовая, это и финансовая, и такая, кстати, неделя финансовой грамотности идет сегодня. Да, да, да. Так что присоединяемся. Вот, а тоже приходилось слышать о дистанционной покупке. Мы уже и сегодня упоминали, у меня, у самой есть знакомые, которые в период пандемии случайно появились деньги. Единственные... Хорошая знакомая. Да, я хотела так сказать, но жалко, что меня есть. Нет, они ипотеку тоже брали. Молодцы. Купили квартиру на море. Единственный сервис, который этому мог поспособствовать, и вообще, вот это был Сбербанк и Домклик, они никуда не ездили. Им все присылали на видео, то есть мне потом тоже прислали на видео, посмотри, какую мы квартиру. Мы купили какие виды, там, заходим в подъезд, поднимаемся в квартиру, вот, смотрите, ваши серые некрасивые стены, вы с ними сделаете что вам угодно. И поэтому я хотела спросить, очень часто кировчане пользуются еще и такой возможностью, там, купить жилье где-то в другом месте? На самом деле, ну, вот я по своим, да, по своим заемщикам, если мы смотрим, действительно это набирает популярность каждым годом. У нас есть отдельное направление у агентств недвижимости, и даже мы проводили, вот это было еще до пандемии, к сожалению, но тем не менее, я думала, что вернемся, проводили встречи с нашими будущими потенциальными клиентами именно по приобретению квартиры в другом городе. Но действительно, благодаря вот этой ситуации, которая у нас возникла, все абсолютно, и застройщики, и банки, и агентства недвижимости быстро перестроились, и на сегодняшний день купить квартиру, находясь в Кирове, можно в любом уголке нашей страны, хоть на Камчатке, хоть в Сочи, но Москва, Питер даже не обсуждается, потому что действительно, если брать нашу платформу Домклик, то там подача заявки, выбор любого объекта недвижимости, дальше, если это там новостройка, покупаемого застройщика, в чат включается представитель застройщика, вся информация видна всем участникам сделки, если это вторичное жилье, чат включаются, риэлторы, и все также видят информацию, плюсом можно получить отзывы по самому дому, посмотреть, какая информация есть от таких же, от тех, кто приобретал квартиру в этом доме, то есть потом дальше можно перейти уже на сайт застройщика и посмотреть в онлайне, как это выглядит, погулять, даже есть ведь у вас проекция видов из окна, то есть можно посмотреть, если я выбираю там пятый этаж, это будет один вид, третий этаж другой вид, и все это можно сделать в онлайне, не выезжая. То есть как из Кирова купить в другом регионе, так и из другого региона купить в Кирове, а много, кстати, таких покупателей вот у вас, например, в Железном? У нас и есть такие покупатели, и даже мы организовывали такие туры для того, чтобы люди смогли приехать из другого региона, посмотреть объект, и в кратчайшие сроки, значит, если им приняли решение, уже оформить сделку. Мало того, те жители Кирова, Кировской области, которые знают практически все, как показывают последние исследования, бренд Железно, доверяют застройщику и любят этот продукт, но хотят что-то подобное в другом регионе. Вот сейчас вот в двух регионах, в Ижевске и Ульяновске, можно, да, там строится флагманский проект, знак, вот знак, как в Кирове, вот такой же флагманский проект, который просто как мини-город есть в Ижевске. А у нас есть слушатель, покупатель на линии. Как раз знаки купил. Да, Леонид, добрый день. Да, добрый день. Добрый день, Леонид. Вы купили в знаке квартиру, я верно понимаю, да, в этом комплексе? Да, да. Да, скажите, пожалуйста, пользовались ли вы ипотекой, ипотечным кредитом? Брали ли вы ее? Да, да, по господдержке, ну, как для молодой семьи. А для вас определяющим фактором стало то, что вот сейчас именно, ну, такой благоприятный период, да, государственная программа и прочее. Вы вот решение принимали, или вы и так выбрали ипотеку? На самом деле мы рассматривали, как и вторичное жилье, ну, так и новое, да, вот, но приглянулась именно ипотека, ну, вот, что тем самым, ну, по низкой ставке, грубо говоря. Ну, так что мы в любом бы случае брали ипотеку. Ипотека на жилье от застройщика, да, вот программа как бы комплексная получалась? Да, да, верно. Скажите, пожалуйста, а качество жилья там, какую большую ли роль играло там, вот, в вашем решении? То есть вы говорите, что рассматривали вторичное и продукт от застройщика. Вот именно вот этот факт, что это качественное жилье, что это там долгосрочная инвестиция, насколько большую роль сыграло в вашем решении? Знаете, мы когда первый раз приехали в Знак, я думаю, ну, это все, это и время остановилось, и все как-то так, это все очень красиво, вот. Ну, и тут уже вопросов, ну, не осталось, что мы берем жилье именно у застройщика и новое. Леонид, еще скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот в момент принятия решения об ипотеке одолевали ли у вас страхи какие-то? Мы тут просто в первом части немножко во втором разбирали, да, что люди опасаются брать на длительное время, люди опасаются, там, да, гасить досрочно. То есть у вас вот были какие-то опасения, что ипотека это, ну, кабала какая-то там, да, на всю жизнь? Ну, это, знаете, это такой всеобщий, ну, стереотип, да, возможно, уже сложился. Ну, что касается меня, ну, такого не было. Ну, то есть что Сбербанку уже там 300 лет, что Железно уже 300 лет, и как бы я их не знаю и верю им. Вы неплохо сохранились, между прочим. Да-да, Леонид... Леонид, мы здесь, мы тут пошутили просто. Ага, ну, вот, ну и так что, в принципе, ну, страхов не было. Ну, полное доверие к обоим брендам. А много ли вы вариантов до вот этого просматривали? Вообще долго ли шли к этому решению по приобретению жилья? На самом деле вариантов было, ну, рассмотрено, да, да, достаточно много. Потом, ну, вот, как-то мы выбирали, ну, наверное, месяц, можно так сказать. Вот, и в конце вот, ну, вот этого отчетного периода, вот, ну, нам попался знак, и, как бы, ну, дальше вы все знаете. Понятно. Леонид, я не знаю, насколько там готовы вы озвучить эту информацию. Скажите, пожалуйста, вот, состав вашей семьи, вы можете сказать, ну, то есть, есть ли дети, да, если да, то сколько? Да, у меня двое детей, три года и восемь месяцев. А, то есть еще маленький детский садик для вас, это актуальная история, да? Да, да, абсолютно. То есть наличие детского сада, инфраструктура, это тоже сыграло свою роль? Да, вот, именно закрытые дворы, ну, вот, это, возможно, и было, ну, ну, прям таким значимым решением о принятии, ну, о покупке. То, что, ну, отпустил ребенка во дворе, ну, двор без машин, ну, то есть, как бы, очень круто. Я вот люблю, мы все про плюсы, я люблю про минусы спрашивать. Леонид, вот, среди квартир, которые вы пересматривали и от которых отказались, что было, там, какие были причины чаще всего? Что отпугнуло? Да, неудобно, там, ремонт, нет детского сада, страшный двор, нет света во дворе. Вот, какие встречаются у нас в продаже квартиры, попадались вам? Знаете, вот, одни квартиры не оправданно дорогие, а другие, ну, ну, как-то просто неудобные, можно так сказать. Ну, то есть, да, что, как бы, и место расположения, и сама инфраструктура, и сами даже, сама планировка квартиры. То есть, вот, а тут как-то все связи сошлись. Все вместе, спасибо большое. Фэншуй, это важно. Да, Леонид, мы благодарим, да, за то, что вышли на связь. Леонид Невзоров, покупатель квартиры в комплексе «Знак», да? Да, всем. Спасибо, Леонид. А вот, кстати, по поводу планировок. Я страдаю в своей старой квартире в сталинском доме, потому что у меня море углов, я все время куда-то, что-то обхожу, что-то огибаю. Вы учитываете такие вещи, когда квартиры планируете? Да, конечно. Мало того, ну, у нас есть целый такой отдел разработки продукта, где специалисты исследуют опыт поведения потребителей, жизненные сценарии, и понимаем, что нужны планировки такие, чтобы они подходили для реализации жизненных сценариев на различных этапах. То есть если это молодая семья, она покупает, например, там, однокомнатную квартиру или квартиру, где кухня-гостиная, да, то там должна быть такая планировка, чтобы там с комфортом люди продолжали эксплуатировать квартиру, проживать там удобно при появлении ребенка, то есть нужно будет дополнительное пространство и как-то его перераспределить, вот, поэтому мы неперерывно совершенствуем свой продукт, то есть неперерывно каждые, как бы, этапы, вехи, да, значит, вот, и каждые последующие проекты, учитывая какие-то особенности изменения спроса, значит, и планировки становятся все лучше и лучше. — Про качество жизни мы сейчас говорим, вот это та история, которую, наверное, на вторичном рынке не найдешь, вот, к Игорю, да, и обращаюсь. Все-таки там стандартная такая вот история, все эти планировки, которые с советских времен известны, да, если это двухкомнатные квартиры, то это чаще всего вот эти 48-50 квадратных метров, две комнаты, узкий коридор, туалет, ванна и кухня 8 там или 9 метров, да. — Ну да, тут соглашусь с вами, что либо это, как правило, перепланировка, сами понимаете, что перепланировка очень хлопотная и не всегда возможна. Вот, если даже это сделали, то это невозможно узаконить и потом продать. Вот, в плане компании «Железная», да, скажу, на моей практике я продал не одну квартиру в разных жилых комплексах. У компании «Железная» довольно-таки эргономичные планировки и просчитано, скажем так, каждый квадратный метр, то есть даже бесполезных квадратных метров, скажем, их нет. Вот. — А это, кстати, да, это тоже такая история со старыми квартирами, часто бывает, не очень понимаешь, а зачем вот здесь вот этот закуток, что туда можно поставить. — Что планировалось. — Он считается, да, там полтора или два даже бывает иногда квадрата, а там не сделаешь ни гардеробную, ничего, потому что, ну, не отделить его, да. — Выглядит так, а пусть будет так, но вот, ну, не получается по-другому, пусть здесь эта стена стоит. — Ну, конечно, да, там еще ведь как-то было, наверное, распланировано это все, да, с точки зрения там целесообразности и экономика была тоже просчитана. — Да, все верно, но меняется время, меняется требование к жилью, меняется требование к экономическим и квадратационным характеристикам, вот. И, наверное, здесь самый лучший вариант, да, для тех, кто сейчас сомневается и думает, надо ли мне покупать квартиру. Вот Леонид очень простую рекомендацию дал, да, своим опытом поделился. Я просто приехал, увидел, да, увидел, да, время остановилось, да, время остановилось, да, время остановилось, значит, и понял, это мое, вот. Поэтому для тех, кто думает, сомневается, просто нужно вот сейчас выбрать время и съездить в те объекты, которые вам сейчас больше всего нравятся, объекты в разных районах, но... — Глазами своими просто посмотреть на месте, как это выглядит. — А вот к вопросу о раздумьях. — К вопросу о времени, я бы хотела сказать, потому что мы сейчас на перерыв уйдем, 15 секунд, 30 секунд, и мы вернемся. Ипотека подешевела, стоит ли поторопиться с покупкой, обсуждаем сегодня с нашими гостями. Марина Белокрылова, Сбербанк, Дмитрий Павлов, Железно, Игорь Сикорский, Риэлти Групп. — Так вот, стоит ли торопиться или нет? И вопрос я хотела задать следующий. Вот программу по льготной ипотеке продлили. До июня или июля следующего года она действует. А что будет дальше? Что обычно происходит, когда заканчиваются какие-то государственные программы по поддержке спроса? Мы уже такое переживали. Вот что там происходит? Скачок цен, снижение спроса. Или, наоборот, снижение спроса. — Ну, смотрите, рынок в любом случае, это, скажем так, он в любом случае всегда у нас плавает либо вверх, либо вниз. Да, бывают резкие скачки, резкие падения, но это не так часто. Я думаю, что даже если, ну, это сугубо мое мнение, если даже закончится у нас эта льготная ипотека, кардинально, я думаю, что ничего не поменяется, потому что жизнь течет, люди кто-то переезжают с одной квартиры в другую, кто-то переезжает в другой город, поэтому продавали, покупали. Как продавали, так и будут и покупать. — То есть резкого обвала спроса не будет? — Даже, смотрите, по тому, что льготная ипотека появилась, в принципе, да, есть скачок по ценам, но это сезонный, я думаю, больше даже сезонный, чем льготные ипотеки. По статистике, примерно по Акирову на, где-то так вот, на полтора процента примерно поднялась цена за квадратный метр. То есть сильно прям существенная скачка. — Это мы среднюю даем? — Да-да-да, средняя, средняя взвешенная по Акирову. Да, увеличился спрос, меньше стало предложений. То есть есть моменты такие, что человек хочет купить квартиру в таком-то районе, а по большому счету предложить очень мало чего. Вот, поэтому в любом случае, я думаю, что человек, который не понимает в рынке, ему лучше обратиться к специалисту по недвижимости, потому что, во-первых, мы и работаем с застройщиками напрямую, работаем со всеми крупными банками, вплоть до того, что не выходя из нашей компании, человек пришел, я хочу купить квартиру, но у меня нет ипотеки, он не выходя из офиса, мы можем его прямо сразу же подать заявку на ипотеку, соответственно, со всеми существующими документами, которые потребуются. — Марина, а у меня вот какой вопрос. Смотрите, а для того, чтобы получить одобрение, либо неодобрение по ипотечному кредиту, уже надо выбирать конкретный объект? Вот у меня такой дилетантский вопрос. Или нет? — На самом деле, я рекомендую, когда вот просто задумались об изменении своих жилищных условий и есть желание как раз узнать, сколько мне могут одобрить, не цепляться за конкретную квартиру, потому что все может поменяться. — Ее могут продать в конце концов. — Ее могут продать, пока вы решаете, принимаете решение в целом. Поэтому задача максимально, в принципе, получить для себя одобрение и именно понять, на какую сумму можно рассчитывать. На сегодняшний день у нас как раз в мобильном приложении есть сервис «Расчет кредитного потенциала». То есть можно зайти, находясь там у себя на работе дома, хоть где наше мобильное приложение, выбрать, где кредиты, закладка «Расчет кредитного потенциала», и он вам покажет, на какую сумму вы можете рассчитывать. Но это понятно, что делается, информация собирается, исходя из того, какие вы операции проводите по банковским картам Сбербанка. То есть если вы пользуетесь еще каким-то банком и часть сумм проходит там, то, соответственно, эти суммы не будут учтены. Но это, в принципе, уже ориентир. — В момент расчета, в момент получения кредитов. — А в момент получения, конечно же, обязательно. Здесь именно когда мы просто прицениваемся, да, определяем, какую сумму. А дальше уже, конечно, заходим на домклик, подаем заявку и здесь тоже, да, какой важный момент, поставьте большую сумму, которую вы хотите получить. Уменьшить ее всегда можно. Вот с тем, чтобы увеличить, бывают сложности, потому что нужно будет показывать документы дополнительные для поддержеспособности и так далее. Вот, поэтому... — Попросите больше вообще. — Попросите лучше больше, а потом дальше скорректируйте. Тем более мы уже говорили, что первоначальный взнос у нас даже на сегодняшний день для участников зарплатных проектов 10%, то есть он еще более льготный и указывая минимальный первоначальный взнос, и вы можете рассчитывать на то, что получите сумму одобрения, да, и дальше уже и, если это вторичное жилье, то и агентство недвижимости проще подбирать, работать, да, если это новостройка, то же самое, проще выбирать из всего вариантов, из всех вариантов, которые есть на рынке. Более гибкими мы получаемся и больше можем уже, да, и важно указывать срок. Я вот снова об этом говорю, что не нужно бояться указывать длительный срок. Укажите максимальный срок для себя, да, а он там ограничен как раз выходом на пенсию и так далее. Мы становимся, как вы, да, уже почувствовали, моложе с каждым годом. — Да, конечно. — Да, поэтому у нас увеличивается срок по кредиту в том числе. А дальше гасим в удобное время. Мы даже как смотрели, что средний срок все-таки ипотеки мы выдаем на уровне 20 лет, а гашение происходит стандартно за 10 лет. — То есть берут на дольше срок, а потом… — Конечно, а за счет досрочного погашения за 10 лет все гасит. — А у меня вот еще к Дмитрию вопрос. — Это я просто не могу посчитать свой кредитный потенциал, потому что нужен второй номер телефона. — А насколько часто вообще бывает такая история, когда человек вот еще не понимает, может быть, или скромно как-то оценивая свои ресурсы, приходит и запрашивает условно однокомнатную квартиру, а потом в процессе просмотра разговоров с менеджерами, разговоров с банком, разговоров с риэлторами понимает, что он может себе позволить лучшие условия, так скажем. — Такое происходит, то есть, как я уже говорил в начале нашей беседы, что люди еще не до конца сформировали образ своей будущей квартиры, или так, не все покупатели, которые приходят, они сформировали свой образ будущего квартир, будущего жилья. Или они понимают, что хотят чего-то нового, но не понимают чего, да, и здесь уже специалисты по недвижимости помогают им, значит, собственно, ответить на эти вопросы. Вот. И сейчас вот мы говорим о выгоде, да, а почему надо торпиться сейчас, да, потому что это выгода, да, сейчас супервыгодное предложение. Помимо того, что предложение выгодно стороны банков, да, необходимо обращать внимание еще на такой очень важный момент — экономичность будущего жилья. Значит, и люди, когда оценивают квартиру, да, и свои возможности, да, значит, одним из важных моментов, который специалисты им подскажут, когда выбирают какую-то определенную квартиру, там, в большой площади или в большой площади, очень важно еще, сколько будут эксплуатационные расходы. Потому что, примем оплату ипотеки, мне нужно будет оплачивать все эксплуатационные расходы на эту квартиру. — Это мы что имеем в виду? Коммунальные платежи? — Да, коммунальные платежи. И выбирая современное качественное жилье, например, вот мы предлагаем повышенный класс энергоэффективности, значит, энергозаберегающие инженерные решения, это по квартирный учет тепла и иногда даже по квартирное отопление. — Мечта тех, кто заплатил 3 тысячи за сентябрь, не получив ничего, ни одной калории. — Да, или регулировка тепла с помощью нашего приложения «Мажордом». Все эти технологии позволяют снизить стоимость владения квартирой. И в совокупности с самым выгодным предложением по ипотеке складывается полноценная картина по стоимости. И люди, которые как раз приходят и не знают, что мне подойдет, что мне нужно, что мне важно. Получение информации от специалистов о таких нюансах им очень хорошо помогает сформировать образ своего будущего дома. — То есть ипотека — это не только ваш кредит на 20 лет, но и возможности по его погашению, по заработку, как мы выяснили сегодня. — И еще много чего. — Но вот это была возможность для того, чтобы все-таки жилищные условия, когда ты улучшаешь их, их действительно улучшать. То есть не продать, например, квартиру однокомнатную в Хрущевке и купить однокомнатную квартиру в новом доме, а там рассмотреть все варианты, понять, что ты можешь, может быть, и больше, да, и уже взять там двухкомнатную квартиру или трехкомнатную, исходя из состава семьи будущего. — То есть цели, конечно, приобретения, потому что с разными целями тоже жилье приобретается. Если для расширения семьи, то понятно, что однокомнатную квартиру смысла брать нет. — Да, но если мы посмотрим сейчас на текущее предложение, мы увидим, что люди из центра города, из центральных районов, где уже мало того, что она сформирована, но она уже устарела вся инфраструктура. Вот. Мы сейчас движемся вот в сторону формирования полноценных микрорайонов, где вся инфраструктура, она, во-первых, есть, да, и она новая. Вот. Новая, которая соответствует всем современным требованиям, значит, и таким образом эти варианты превосходят предложения вот в других районах. — Своеобразный город в городе. — Да, да, все верно. — То есть вот этот запрос на инфраструктуру возле дома, там, да, комфортную среду возле дома, не только в подъезде, не только в квартире, он тоже сейчас уже такой, ну, как бы, достаточно значительный, да, для покупателей? — Конечно. Господдержка, она же в значительной степени связана, это как бы меры реакционные на предупреждающие спад в экономике, который мог возникнуть по известной нам всем ситуации. Значит, и другим ответом рынка на эту ситуацию — это измененные требования к качеству среды, в которой мы проживаем. То есть мы бы хотели, раз уж мы проводим больше времени сейчас дома в связи с там самоизоляцией, ограничениями перемещений и прочее, прочее. Значит, этот дом должен быть, ну, намного лучше. И в этом доме должен быть суперкомфортная и прекрасная с эстетической точки зрения среда. И рядом с этим домом должно быть все необходимое, чтобы… — Чтобы не надо было ехать на общественном транспорте в центр города и рисковать здоровьем. — Да, все верно. — И можно было бы безопасно выйти, погулять, отдохнуть, в том числе и детям, да, потому что после онлайн обучения, которое даже у нас вот в четвертой четверти было, да, пока, к счастью, мы все продолжаем учиться в оффлайне, да, и для детей это хорошо, но тем не менее мы не знаем, как дальше может ситуация повернуться, надеемся, что все будет хорошо. Но именно качество жилья, качество обстановки дома набирает свою популярность и действительно важно переезжать. — Дома должно быть хорошо. — Должно быть, да, уютно, комфортно. — Спасибо большое нашим гостям. Марина Белокрылова, заместитель управляющего кирбским отделением «Паусбербанк», Дмитрий Павлов, директор по маркетингу группы компании «Железный», Игорь Сикорский, руководитель отдела продаж компании «Риэлти Групп», программа «Урбан» на этом завершается. Всем до свидания. — До свидания. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова